там есть неровность правильно ли это будет кто не разрешили для строительной компании говорят за 350 отдать они могут изменить люди сами собирали посмотрим как они обслуживают и себе не спросил бы вы бы не сказали это еще не гарантирует о том что вы можете продавать можно ли это назвать порядка йоу всем привет ассалам алейкум мы с вами находимся в городе орш приехали сюда проверить еще строительной компании так как вы пишете в комментариях я их читаю но физически не успеваю проверить все потому что некоторые строительной компании но лично бы я сам не смотрел бы они мне не интересны вы кто такие почему потому что тем моментам которые они предлагают и по локации мне не подходит но если вам интересно вы можете воспользоваться мою услуга где я помогаю купить жилье безопасно и качественно сегодня мы будем проверять строительную компанию здесь вот получается вот визион там ленина здесь у нас две постройки идет вот одна постройка которая уже почти завершена и вот еще одна это вот золотой квадрат из вот этих двух вариантов выберу наверное это по двум причинам потому что вы просите потому что у них есть на что посмотреть прямо сразу я сейчас зайду в отделу продаж посмотрю что они предлагают по документам и попрошусь сразу же настройку если они согласятся мы зайдем посмотрим три разных стадий вы смотрите кирпичная кладка закончилась идет у нас уже внутренняя облицовка до делочной работы и утепление уже с этой стороны идет а с той стороны уже идет фасадная работа давайте вот эти три стадии проверим на качество что они предлагают если у них есть брошюры посмотрим на брошюры а следующий раз если это видео наберет 2000 лайков то я зайду и сюда я вижу базальт утепления в один слой а многие строительные компании говорят в два слоя вот этот процесс надо тоже проследить потому что они могут говорят в два слоя закрыть облицовкой и вы уже не увидите здесь наглядный пример что они скажут какой сколько слоев они делают вот следная труба получается сверху который идет они двойное утепление сделали это хорошо сейчас посмотрим когда у нас облицовка идет с этой стороны фасадная работа посмотрите фасад у нас здесь уже закончена так вот она фасадная работа это жидкий травертин они делают и такие прорези то есть даже мы наверняка у нас не будет возможность посмотреть кирпичную кладку сверху как ребята кладут и что у них есть между стенками между соседями какая у них шумоизоляция если она есть смотрите какие вещи спасает вот такая бандура если упадет хорошо что есть такие вещи ну давайте будем знакомиться здесь у нас значит глухая два блока виртажные окна здесь сбоку так почему я пришел в эту сторону смотрите здесь немного неразбериха но я как понимаю вот это будет заезд в подвал и с этой стороны у нас получается есть окна если здесь есть окна здесь по стандарту должны проезжать пожарная машина вот здесь момент такой что может ли проехать ну большой вопрос так это примерно не знаешь какого класса дом премиум эконом комфор по фасаду можно глянуть и и понять да правильно же ну смотри по фасаду жидкий травертин там вот какого класса будет там же еще до конца ясно же они могут изменить сейчас смотрят как получится да то есть этой стороны до пробные здесь один слой утепления но пул профиля мы склеивали видимо кустарно возможно возможно но нет возможно в плане того что я имею ввиду я же был на заводе где собирают эти окна я видел как автомат собирает и там швы вообще абсолютно другие то есть эти возможно там собирали не автоматизированных а люди сами собирали а вы же понимаете четыре угла чтобы они ровно диагональными били надо просто идеально всего ровно было здесь прям под по пальцу просто проводишь по шву и ты чувствуешь что там а есть неровность но еще раз ребята что могу сказать да по поводу стройки это же очень важно когда настройки есть определенный порядок старается соблюдать порядок да здесь примерно так выглядит я не знаю можно ли это назвать порядком либо как жить пожалуйста в комментариях потому что а тройки от тех людей кто строит вы смотрите самом деле то что они говорят строительная компания любая строительная компания нужно разбираться возможно это не сама строительная компания допустим есть название какое-то да давайте выдумаем с вами да то например баха азиамик строительная компания ну на самом деле я не умею строить я ними подрядчиков и подрядчики строить это называется по-деловому development эти люди у которых есть деньги то есть они собирают сдольщиков отдают строителя строить и строит есть по факту я не строитель так вот да и есть некоторые свечными компании которые не строительные компании которая просто менеджеры хороший которые находят людей кто умеет продавать кто умеет строить здесь вас тоже надо разбираться почему я это веду то что строитель и которого вы нанимаете это есть ему безразний св presume работать на окладこう быстренько построит ему как бы без разницы он не несет ответственность за всю строительную компанию то есть если где-то что-то будет обваливаться все будет думать что это вот баха ази микс виновата да почему я это веду то что смотрите кто строит какие подрядчики и это можно смотреть на аккуратность есть аккуратность на строительной площадке наверняка ваш дом построен аккуратно а еще уважаемые строительные компании в бишкеке я бы хотел обратить внимание ваша на вот такую вещь смотрите здесь мэр города аша доставляет строительной компании делать вот такие вот заезды асфальтировать их и почему потому что здесь очень много грязи зимой либо когда дождь они собирают колесами все это грязь и выезжает в город чтобы такого не было они значит заезжает сюда здесь их муай водой что грязь это не уходила в город это очень крутая штука и очень такая тонкая вещь которую ну мало кто замечает и не обращать внимание вот он надо отсюда заходит и потом уже сразу доезжаешь на асфальт есть есть это в городе бишкек скажите какая компания это делать здесь почти у каждой второй строительной компании вижу такое ну смотрите здесь и нету у нас охранника правильно ли это будет давай не буду рисковать так в общем не стал заходить внутрь потому что не было прораба и стал рисковать я вам примерно показал ее территорию как они ее делают из чего не утепляет в отдел продаж не буду ехать потому что наверняка они уже знают и готова решил просто позвонить им просто послушать как они обслуживают по телефону и что они могут предоставить и человеку который находится допустим за границей либо не может здесь быть либо находится в другом городе но интересуется этой строительной компании просто посмотрим как они обслуживают а ваша задача первое это оценить менеджер по продажам от 0 до 10 второе подписаться на этот канал следить за события быть в курсе так как мы с вами вместе на этом рынке делаем историю я думаю совместно с вами мы еще много что можно сделать за ним в отдел продаж элит строй сити я хотел купить вас квартиру бишкек вы не сможете меня обслужить ну да 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 я с бишкека звоню в город ош чтобы купить у вас квартиру а чё так можно было что ли то есть вы продаете документы все готово да а сколько вообще объектов у вас есть я как понимаю лид строй вот эта компания изначально из города уж потом в бишкек вы переехали в общем сколько у вас объектов городе уж 4 4 объекта из них два плюс то что вы мне перечисли это новые да в общем вас 4 объекта правильно все услышал а вот возле классик это какой объект как он называется это даймонд на какой стадии он в блоке а ведутся фасадные работы в блоке б уже перекрытие крыши когда вы сдаете под посылом 21 год а вообще когда вы планировали сдать насколько вы затянули а вот единственный момент вот которого два предлагаете а вот то что сейчас я говорю про классик там есть чтобы что купить или уже все распродали какая цена сколько это будет 3 миллиона 796 тысяч 100 тонн это в общем посчитали все я по документам пройдемся везде красная книга везде да все на красной книге строится кто строит то есть имеется ввиду на кого оформлена земля на нашей компании вот это которую вы готовите еще котлован не рыли сделали самый последний который вы мне предлагали а насколько вы говорите на 7 лет вы даете а это что такое это каждый месяц надо платить или как можно ежемесячно оплачивать либо ежеквартально и так 7 лет да и так 7 лет там еще огромный плюс есть допустим объект у нас заканчивается в двадцать третьем году в четвертом квартале кто даже брал на 7 лет выходите живете и оплачиваете дальше после стопроцентной оплаты получаете технический паспорт девушка вот здесь я чуть-чуть не понял смотрите на 7 лет вы даете рассрочку правильно и человек должен в течение 7 лет каждый месяц платить по 500 долларов так получается купить за 1 миллион подождите за наличные вы можете за 350 отдать вот это цена а какому классу относится это фасад какой будет из чего базальтовое утепление сколько слоев сколько сантиметров будет 10 сантиметров а вот возле классика там утепления сколько слоев базальт утепления в один слой давайте я могу уточнить эту информацию мастеров ну то есть вы же как бы тоже должны знать примерно во всех объектах 10 10 либо 15 в один слой в один в один слой ой ничего себе по книге да вот то что вы мне первое предлагаете вот это за 350 очень такой соблазняющий это цена там говорите красная книга оформлена на вас и все получается все объекты у вас на элит строй осове элит строй или есть другие усушки но это понятно окей хорошо разрешительные документы у вас вот гос заключение через 20 не будет готова да но вы уже продаете но а как без разрешительных документов вы продаете это еще не гарантирует о том что вы можете продавать ну вам же могут отказать в плане того что там что-то доделать переделать но на руках у вас этого документа нет сколько этажей будет вот второй объект которую раз уже на третьем уровне да 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 там ситуация какая вообще тоже по документам красная книга хорошо можно будет тогда вот по этому объекту мне по ватсапу выслать фотографии оригинала все окей тогда вот вышлите мне пожалуйста лицензию красную книгу вот этих двух объектов госзаключение которую анара вы говорите готова ну то есть у вас уже есть разрешение нет нет как я смогу подойти и все пешкеки как бы лицензии это что там страшно я не смогу подойти к вам в офис я же из этого вам звоню еще момент вот в госэкспертизы мне важно последняя страница где вот да 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 по этому поводу хорошо последнюю страницу красная книга мне нужно будет не обложка а вот внутренне на кого оформлено на кого оформлена и и ннн дефекционный номер хорошо лицензия красные книги с двух участков вот сонара этот разрешительный документ госзаключения последнюю страницу не по поводу вот это вы говорите за 350 которую монаса находится там момент шумоизоляция будет между стенками из чего будет шумоизоляция базальтовая плита будет между который я первый раз спрашивал по поводу классик до даймонд а там он между комнатами есть шумоизоляция какой-то материал базальтовая все и услышал а у вас в основном получается комфорт класса до и квартиры там вас один объект да я имею ввиду в бишкете у вас премиум класса да там условия какие тоже есть на 7 лет у вас как с курсом вообще то есть фиксируется но смотрите вы допустим говорите 350 долларов у меня в голове по 85 курсу вы говорите 79 это получается почти на 5 сомов дешевле вообще курс другой может быть легче сразу на сома перейти говорит сумма нет я где-то посчитать смогу я в плане того что мы то все зарабатываем в сомах в чем тут доллары имеются до сразу клиентам говорить в сомах удобнее будет но это со временем мы просто если мы не приучим так и будет продолжаться хорошо мы это учтем все тогда я жду разрешительные документы по поводу рассрочки на 7 лет можно будет поподробнее мне там вот выслать чтобы я почитал понял как это все ну все все да давайте хорошо все 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 спасибо так ну вот уважаемые зрители строительной компании знаю что я был здесь передали все менеджерам чтобы было обслуживание но не суть суть в том что молодцы можно за это и поблагодарить что они обслужили это очень даже хорошо я надеюсь что они со всеми клиентами так обращаются уважаемые зрители только надежда на вас пишите в комментариях правда правда что вы знаете про эту строительную компанию потому что я как младенец да который вот только вылупился и не понимаю что происходит вот примерно так происходит в городе ош точно здесь помощь только нужна ваша пишите пожалуйста комментариях на самом деле так или не так те люди которые уже заехали живут то напишите пожалуйста как вам как вам эта строительная компания все ли она соблюдает все ли сроки она соблюдает и по стройке вот еще момент по делу продаж все сказали утепление будет 10 и 15 мы сейчас с вами видели там 5 не сходится вы понимаете да вот такие моменты нужно просто проверять и проверять каждый момент самое важное это надо изучить договор сейчас я попрошу у них конечно вот сам договор чтобы они типовой договор выслали мы посмотрим что они там обещают в общем ребят прошло два или два с половиной часа они мне не отправили те документов самых важных они мне отправили макеты картинки когда я попросил конкретные документы они не высадили сказали приедьте пожалуйста в офис окей я приехал давайте посмотрим два варианта может быть либо у них проблемы документы либо они чересчур относятся конфиденциально к своим документам хотя это не документы конфиденциальные то есть любой человек может их глянуть у вас этажи до 12 до все так моторно там пять этажей ума 10 выше 12 и нет у вас вот 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 эту часть я просил вам с вот эти праздники только открыли на только вот это предоставляем для лицензии могу здесь вот так висеть это в доступе просто лицензии же меняют постоянно да 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 из этого оригинале надо вешать это у нас пол моторная здесь где-то рядом да а на какой стадии завершено уже сдали в эксплуатацию не в эксплуатацию сделали уже технические паспорта да и сюда почему еще не передали им или или это у вас остается там они создали еще там этот домком или сж нет такого это человек получается владелец этой земли с ним как вы договорили у него выкупали то есть он дал согласия построиться здесь мне надо будет договор с этим человеком согласие да с этим для куски земли очень интересные форумы он у нас составляется в двух экземплярах один экземпляр остается у нас один клиент почему не в трех кто просит нотариально заверить составляем кто просит но есть некоторые люди кто не знает то есть вы же должны их как дольщики прописывать на землю и говори что в трех экземплярах и это должно быть прописано в договоре у нас обычно но от незнания людей вот то есть это же как бы было бы наоборот хорошо если бы вы говорили так надо по правилам три экземпляра один на один другой вам и третий на мотариально даже заверено и потом в госрегистре зарегистрировано потому что они же долевое участие смотрите что происходит вы делаете в двух экземплярах если что-то происходит и они приходят к вам говорят мы претендуем на эту землю мы отдавали вам деньги у нас там мы какую-то долю имеем вы скажете ребят в госрегистре вы не зарегистрировались там владельцы только мы там больше никого нету извините то есть вот этот момент это очень опасно то что вы не говорите людям кто не знает если бы я не спросил бы вы бы не сказали бы вот эти же моменты могли же вы мне прислать зачем я за этим должен приезжать из-за этого я сейчас другое место опаздываю почему кто не разрешил может позовете начальник отдела продаж может быть я с ним поговорю давайте давайте позовите пахтар у меня очень ограниченное время смотрите я бы не приехал бы сюда если бы вы сказали привет как будто бы такие золотые документы их нельзя смотреть это же в прямом доступе мне просто не даете за определенной информации у вас же он типовой и у меня тут есть несколько вопросов у вас под посол когда сдается есть определен от приемки там написано там вы будете сдавать там в таком состоянии такие окна то-то то-то будет проведено это у вас здесь в акте нету квартира передается дочку без отделки от штукатурной стенами установит дверью это вот так вот прописывать окей хорошо вот в этот момент и я бы хотел изучить можно же мне получить это электронно это первое во вторых вот здесь можно будет разрешить документы акт здесь и сюда здесь и нет у нас госэкспертиза да здесь и вот здесь вот госэкспертиза я не нашел и вот этот документ он уже в оригинале у вас остается вы же можете вот это сфотой и отправить с ним соглашение можно будет посмотреть то есть у вас же есть это получается владелец земли это по тоберику да клиентам предоставляем копии кто интересуется оригиналом так это вот вы на два объекта дали значит вас еще есть два объекта на двух объектах можно глянуть соглашение да с ними это все документы да мы показали то есть у вас одно усо и лицензия на лесу подрядчика работаете правильно после у вас своя техника есть кто так или в свой� столетии этот момент можно было и решить ваше времени тратить и моего это же не коэффициальная то есть вот этот номер я могу пробить я могу вот сейчас фототиприти в госэксперте либо наоборот вы должны предлагать как вбят вот здесь есть документ но идите проверьте то что у вас есть и красная книга это не говорит о том что он не стоит в аресте то есть надо вот идти и смотреть по вот этим документом то есть по вот этому номеру стоит льва рися или там нет ли там проблемы и еще что то И из этого просто вы время и свое тратите, и клиента. Договор я бы хотел изучить подробно. Так, ребят, вот я побывал в одной строительной компании. Мне не понравилось, как они обслуживают клиента. Ну, в плане того, что я же сказал, что у меня нет времени приезжать. Вот заставили человека приезжать, я сейчас опаздываю на самолет. Ну, мало ли, да, у людей разные ситуации бывают. Сфотографировать, отправить фотографии в оригинале, я думаю, это не проблема. Сейчас мы же с вами не в каменном веке живем. Сейчас все в открытом доступе, по идее, да, ну, если не хотите давать, я пойду в госрегистр и узнаю, да, ну, зачем прячь ты смысл тогда вот этого всего. Мне просто убило этот договор долевого участия, типовой. Почему не можете дать, ну, то есть, у меня просто вопрос с тем строительным компаниям, которые не могут дать. Там же нет никаких кондициальной информации. Если есть, уберите, удалите, подготовьте. Вам за границей обращаются, у вас клиенты есть за границей. Почему они не могут получить договор, изучить, там уже вы дистанционно можете вести с ними диалог. Очень много у вас клиентов, я уверен, с Москвы, за границей, да. Неужели вы так же им говорите, приедь сюда и посмотри. Ну, представляете, почему я возмущен? Я возмущен за то, что уровень сервиса вот такой. Приедь, где ты там живешь без разницы, приедь, посмотри. Вы понимаете, о чем я говорю. То есть, вот этот момент мне немного не понравился. И потом второй момент, несоответствие слов, которые они говорили, что там по утеплению, по фасаду, несоответствует то, что она говорила. Ну, вот так. В общем, ребят, почему немного на эмоциях, наверное, за то, что опаздывают, да. Этого всего бы не было, если бы мне просто прислали, был бы вообще отличный ролик, просто было бы шикарно. Вот. Сейчас надо будет изучить сам договор. Еще наверняка появятся какие-то вопросы. Потом посмотрим, потом подытожим весь этот момент. Так, давайте подытожим. Договор типовой мне прислали. Некоторые пункты, которые меня заинтересовали. Итак, один из первых, это когда они сдают под ПСО, под самоделку. Тут они пишут, что без отделки, стукатурные стены, установленные входные двери, стеклопакеты. Значит, квартира передается дольщику без установки сантехнических оборудований, ванных, туалетных комнат и без кухонных оборудований, электрические плиты и другое. Также без установки межкомнатных дверей. То есть здесь про счетчики на воду, на свет не говорится. То есть счетчики вы сами будете устанавливать. В некоторых средних компаниях они устанавливают эти счетчики на воду, чтобы было удобно. Каждая квартира знала свое потребление и платила только за свои расходы. Это один из первых пунктов, который меня заинтересовало. Следующий пункт. Нету пункта 1, 3, 4. Они его просто убрали и прислали мне в таком виде, но часто на него ссылаются. Там что-то очень важно, но они его убрали. Один такой момент, который вам нужно будет обратить в оригинале, когда они будут вам предоставлять. 1, 3, 4. Обратите на этот пункт, потому что у меня его нету. Они говорят, что вы будете платить повышенный тариф за электроэнергию. Многие строительные компании разницу переплачивают, потому что пока ваш объект, ваш дом не сдан в эксплуатацию, вы платите двойной тариф, вы платите коммерческое помещение, как будто бы вы снимаете офис, чтобы было понятно. А некоторые строительные компании берут на себя обязательства, вот эту разницу доплачивают они. То есть вы платите как участник, то есть человек, который снимает квартиру, обычный тариф. Обратите на это внимание, вы будете платить здесь, в этом объекте, в этой строительной компании, в этом договоре вы будете платить повышенный тариф. Следующий пункт 1, 6. В случае несвоевременной выплаты дольщикам средств, более чем на один календарный месяц, срок окончания строительства объекта может продлеваться. То есть, если кто-то из дольщиков, допустим их 500 человек, на один день, на несколько календарных дней продлили, то они, ссылаясь на это, могут говорить, что ну извините, вы поздно заплатили, тогда сроки немного наши продлеваются. Хотя они там сроки прописывают, когда они будут сдавать под ПСО. Учитывая, что они прописали этот пункт 1, 6, сказали, что ну вы поздно принесли оплату, мы вам позже закончим. Понимаете, да? Все 500 человек всегда скидывать вовремя. Человеческий фактор, не всегда возможно это сделать. Кто-то забудет, у кого-то будут финансовые какие-то там проблемы, не дай бог, конечно. Но это такой пункт, который сама строительная компания себя обезопасила. У них будет ссылка точно на этот пункт. Они тут говорят, ну извините, вы же не вовремя заплатили, вы же подписались на это, значит ждите, когда мы закончим. Следующий пункт 2.2.3. Тут пишется, что при обнаружении, при приеме квартиры каких-либо недоделок или иных несоответствий, квартиры условием договора, говорится здесь о том, что под ПСО, если вы нашли какие-то замечания, это не является, вот тут они так и пишут, наличие недоделок несоответствий не является основанием для отказа дольщика от приема квартир и государственной регистрации его права собственности на квартиру. То есть, если вы нашли какие-то ошибки, вы говорите, ну я не приму, пока вы не исправите это, это не основание, может быть и не исправить, но хотя здесь так не прописывают, но это не является основанием, чтобы откажет. Ну вам да, не нравится эта стена, ну извините, тогда вы по-любому будете брать, потому что вы подписываете этот договор. Следующий пункт говорится о том, что если вы просрочили оплату на 2 месяца, они имеют право в одностороннем порядке расторгнуть с вами договор и выплатить вам, после того, как они продадут эту квартиру, с учетом 30%, а не удерживать 30%. То есть, застройщик возвращает стоимость удержанных вещей с удержанием 30%. То есть, если вы закладывали там машину на бартер, и они, учитывая это все, минусуют оттуда 30% и возвращают вам все остальные деньги. И самое последнее, настоящий договор подписан на 6 листах и 2 экземплярах. То на самом деле должно быть по идее 3 экземпляра, один должен оставаться у вас, один у строительной компании, и третий идти в госрегистр и зарегистрировать себя. Многие строительные компании не говорят про это, либо они, наоборот, говорят, зачем вы будете тратить там лишние 7 тысяч, что можно зарегистрирует себя, но это ваша безопасность. Многие на этом играются. В будущем, если у вас будут какие-то проблемы или еще что-то, то вы останетесь с этой бумажкой. То есть, эта бумажка вас не спасет, и вы не будете нигде прописаны. К чему это может привести? Строительная компания эту землю может продать, и вы останетесь с этой бумажкой. Для чего нужно регистрироваться? Чтобы вы были дольщиком той земли, на которой строится ваш объект. Понятное дело, что вы непонятная доля, где это находится, но вы хотя бы будете тем дольщиком, из-за которого они не смогут продать другому. То есть, ваше разрешение нужно. На этом все. Я что хотел сказать, что изучайте строительные компании. Смотрите на все нюансы, документы, на что строятся, отзывы людей. И вместе с вами мы составляем рейтинг строительных компаний, пройди по ссылочке, ответь на несколько вопросов. Вместе с вами мы будем, надеюсь, составлять список безопасных застройщиков. Обязательно подписывайся на этот канал, ставь лайк и балалайки, и жди новых выпусков. Все, пока.